А чем ваши дизайнерские или обычные радиаторы отличаются от других, точно таких же, на рынке, в соседнем магазине или через дорогу? Наверное, в конце 90-х в нашу страну стали поступать радиаторы из Европы. Есть один нюанс. Системы отопления в Европе и в России, они очень сильно отличаются. Там европейская, толерантная, а у нас нет. Поверьте, там вопросов очень много. Самым главным разрушающим фактором для радиаторов и для приборов отопления является кислород, растворенный в теплоносителе. Никогда не думал об этом. Никто не думает об этом, потому что этого никто не знает. Что происходит, когда мы собираем радиатор из нескольких частей? У нас происходит франкенштейн некий, да? Никогда не думал, что на лидоколах ставят радиаторы. Иван, там тоже люди, они тоже хотят находиться в тепле. Всем привет! Сегодня будем выбирать дизайнерские радиаторы. Для этого я пришел в салон и буду расспрашивать, задавать различные вопросы. Попытаемся понять, чем отличаются дизайнерские радиаторы от обычных. И чем конкретно те радиаторы, которые я сегодня пришел смотреть, отличаются от других. Сегодня мне будет помогать Николай. Николай, приветствую вас. Добрый день. Спасибо, что согласились на это интервью. Пригласили нас в свой салон. И будете показывать, рассказывать и отвечать на мои каверзные вопросы, которые я обязательно задам. Чтобы вы правильно выбрали радиаторы, а не так, как это обычно бывает в магазинах. Ой, хочу красивый радиатор. Да, пожалуйста, только деньги мне отдайте. Забрали радиатор, принесли на квартиру, а он как-то не устанавливается. То трубы не подошли, то КПД не то. Теплоотдача. Правильно? Есть такое. Все, супер, поехали смотреть. Николай, для начала, можно я вас попрошу рассказать о себе для моей аудитории, чтобы они понимали, с кем имеют дело и где мы находимся? Да, меня зовут Николай Князев. Я работаю в компании Рефар. Рефар – это завод-производитель полного цикла, между прочим, радиаторов, отопления. Завод находится в Оренбургской области. Но сегодня мы с вами находимся в фирменном центре Рефар, который находится в Екатеринбурге. Это наш партнер. У фирменного центра есть вот такой стенд красивый, на котором представлена вся наша продукция, куда можно прийти, посмотреть, пощупать, спросить и получить хорошую, правильную консультацию. То есть в этом месте конкретно мы можем прийти непосредственно сюда, и здесь консультанты нам расскажут, покажут, дадут потрогать теплые, холодные радиаторы. И больше того, если вы ударите по рукам, то ван смогут и смонтировать, и в дальнейшем обеспечить сервис и гарантийное обслуживание. Окей, хорошо. Тогда у меня вот следующий вопрос. Я как дизайнер в свои проекты выбираю дизайнерские вещи. Сейчас от застройщика мы получаем, ну, так себе радиаторы некрасивые очень часто, это всегда некрасивые. Поэтому мы хотим поставить хорошие, красивые, дизайнерские, там, трубчатые, ребристые, цветные, какие угодно. Вот, собственно говоря, я ищу место, где купить эти радиаторы. Вот пришел к вам и пытаюсь понять, а чем ваши дизайнерские или обычные радиаторы отличаются от других, точно таких же на рынке, в соседнем магазине или через дорогу. Ну, вот, например, вот белый радиатор у вас, он такой же у других. Вот расскажите, пожалуйста, чем вы отличаетесь от других? Ну, я бы начал с того, что действительно застройщики часто ставят в свои проекты отопительные приборы, которые, ну, наверное, может быть, нравятся не всем. Они функциональны, они выполняют свою работу. Больше того, я вам скажу, та система отопления, которая установлена в этом доме, она же не просто с потолка взята, да, она рассчитана. То есть, есть специальные инженеры, которые все это рассчитали, и надо серьезно задуматься, а стоит ли вообще, в принципе, менять то, что хорошо работает. Да, то, что хорошо работает. Если вы действительно себе ответили на этот вопрос, что надо менять, то добро пожаловать в наш, допустим, фирменный центр. Давайте представим, что нам нужно менять, мы точно хотим заменить эти... Вот уже решили, что мы хотим заменить радиаторы, и вы вот один из претендентов, где я думаю, что, возможно, куплю. А может, не куплю, может, у других куплю. А вдруг вы мне не понравитесь? Давайте я немножко вас погружу в историю завода. Всегда интересно понимать, что за завод выбираем, да. Мы же выбираем не только какой-то внешний фактор, мы должны понять, почему именно этот радиатор. И для того, чтобы сделать правильный выбор, надо всегда задать себе вопрос. На каком заводе его производят? Слушайте, ну, я не знаю, вот даст ли мне ответ на этот вопрос, хороший радиатор или нет. Я знаете, что про радиаторы знаю? Вот раньше чугунные были, а сейчас вот железные. Вот все, что я знаю про радиаторы. Немного вы знаете про радиаторы. Действительно, раньше были чугунные радиаторы, были неплохие радиаторы, но время идет, время движется вперед. И в какое-то время, наверное, в конце 90-х в нашу страну стали поступать радиаторы из Европы. Красивые дизайнер радиатора. И я бы сказал, что это хорошо, но есть один нюанс. Системы отопления в Европе и в России, они очень сильно отличаются. Давайте честно. Вот вы второй раз уже про это говорите, про систему отопления. То есть это первое, что нужно учесть, я правильно вас понимаю? Конечно. То есть не каждый радиатор подойдет для нашей системы отопления в наших условиях. Ну, представьте, система отопления в Европе, это совсем другие давления, это совсем другое качество теплоносителя. Это вода, то есть? Это вода, которая идет по системе отопления. У нас она жесткая. Вопрос не в том, что она жесткая. Там европейская, толерантная, а у нас нет. Поверьте, там вопросов очень много. И характеристик, по которым надо оценивать теплоноситель, на самом деле очень много. Если я вас сейчас чуть-чуть погружу в эту технику, то, может быть, для кого-то это уже и станет, скажем так, отправной точкой для выбора радиатора. Самым главным разрушающим фактором для радиаторов и для приборов отопления является кислород, растворенный в теплоносителе. Никогда не думал об этом. Никто не думает об этом, потому что этого никто не знает. Ну, я имею в виду обывателей. Что делает кислород? Кислород окисляет наш металл. Но кислород, который в воде очень много, он убивает практически металл. И чем больше, соответственно, кислорода, тем быстрее она выходит из строя. Есть специальное оборудование, которое выводит кислород из системы отопления, диаэраторы. Но, к сожалению, у нас их практически не применяют. Второй момент. Подпитка. Подпитка системы отопления очень часто происходит. Он говорит, давайте честно, просто из соседней речки. Я не говорю, что это массовый характер носит, но такой тоже может быть. И мы встречались, мы сталкивались с этим. Оттуда и биология, соответственно, и грязь, потому что очистки этой воды нет. И вот представьте, нежный, красивый, но нежный прибор из Европы приезжает в нашу Россию. Сурового слоя. Сурового слоя, да. Его ставят в систему отопления. И там начинается постоянная на него атака. Со стороны грязной воды, со стороны кислорода в этой воде, а еще блуждающий ток. И в общем много-много-много всего. А еще люди вешают носки, колготки, сушицы и прочее. Может быть они вешают эти носки. Скорее всего носки не так сильно влияют. Это тоже влияние извне. Это уже может быть эстетический какой-то фактор. Ну, короче, европейские приборы не подходят для наших условий. Не везде подходят для наших условий. Ну, в общем, это понятно. Короче, мы вообще выкинули европейские, про них забыли. Они сами нас выкинули, забыли. И поэтому давайте про нас. То есть вы решили открыть свой завод. Ну, не вы, а ваша компания или кто что. И что? Так вот, сам завод у нас был открыт 22 года назад. И 22 года назад мы начали производить алюминиевые и диметаллические радиаторы. С учетом наших реалий, получается? Ну, эту, скажем так, историю мы уже создавали по мере того, как взрослели. То есть по мере того, как рос и технологический наш потенциал, и сам завод. То есть первые ваши клиенты были подопытными кроликами? Ну, не совсем, конечно, подопытными. Если уже разбираться глубже, то слово REFAR – это аббревиатура. Если ее расшифровать, то получится российско-итальянская фабрика алюминиевых радиаторов. Вот вы купили радиатор. Просто, не задумываясь, пришли и купили этот радиатор. А если его разложить, если его разложить, да, распилить, разобрать, убрать с него один слой одного металла, добраться до второго металла, если он биметаллический, допустим, да, то вы увидите и поймете, что одну часть этот завод мог купить в одном месте, вторую – во втором месте, и что-то из этого собрать. Что происходит, когда мы собираем радиатор из нескольких частей? У нас происходит франкенштейн некий, да? И что? И как мы будем контролировать качество этого радиатора? Ведь если мы говорим про завод полного цикла, он контролирует производство каждой детали, он делает все сам, и на каждом этапе производится какой-то контроль качества этих деталей. Заготовок. У нас внедрено более 50 патентов. Эти патенты не просто легли куда-то на полочку, они работают, это действительно работающие патенты, то есть мы владеем технологиями, которыми не владеет ни один завод, ни в России, и даже за рубежом. Ну, то есть получается, что ваши радиаторы постоянно как-то совершенствуются, вы находитесь что-то новое, я просто не представляю, где 50 патентов вот в этой трубке могут вообще быть. Да, это не просто радиатор. Давайте посмотрим внимательно, что у нас получилось сейчас на выходе, да? Вот мы берем наш трубчатый радиатор. Посмотрите внимательно внутрь, вы здесь практически не увидите швов, вас, если вы проведете пальцем, то ваш палец ничего не поранит. Нету ни града, ни облоя, никаких ранящих ваш палец элементов. Ну, хорошо, а как это влияет на сам радиатор? То есть получается, что выступающая часть ржавчине не за что зацепиться, или что это такое? Это получается следующее, то есть идеальная геометрия заготовок, которая сваривается, современные методы сварки, лазерная сварка, 3D-сварка. Мы получаем ровный шов, шов практически равен толщине металла. Это говорит о том, что металл не пострадал во время сварки, то есть его не пережгли. То есть не потечет радиатор полученный? В будущем он будет, конечно, противостоять коррозии намного сильнее, чем любой другой радиатор. Ну, то есть, грубо говоря, вот мне, как такому человеку далекому от радиаторного искусства, значит, мне это о чем должно сказать? Ну, то есть он что, он прослужит 50 лет? Он прослужит... А не 10 или как? Он прослужит свой, во-первых, законный срок, который мы обозначили, да? Это сколько? Это 10 лет гарантии, это раз, и 25 лет эксплуатации, это два. Ну, и благодаря нашим технологиям, а мы еще здесь с вами не сказали про то, что это специальная сталь, вот если взять автомобильную промышленность, сейчас лидерами рынка являются только те концерны, которые используют разные специальные стали. Здесь используется специальная сталь. Больше ни один завод не использует такую сталь. Эта сталь в полтора раза больше, сильнее противостоит коррозии, чем та сталь, из которой делают абсолютно все остальные радиаторы. Ну, тогда, наверное, у вас там цена как-то неимоверно вырастает. И это все дороже, чем, опять же, у соседа. Ну, опять же, мы же всегда сравниваем цена-качество, да, Витя? Конечно. Если мы сравниваем с сопоставимыми радиаторами, у нас абсолютно адекватная цена. Но есть радиаторы, которые, скажем, собираются практически в кустарных условиях. С ними мы, конечно... Такое бывает, да? Конечно. Конечно. Я вот не знал. Если вы увидите у радиатора здесь огромный толстый шов... А, вот это первый признак, как определить хороший или... То есть смотрим, что внутри, да? То есть, получается, вот здесь вот между трубочками. Внутри вы, скорее всего, не увидите в радиаторе. Нет, я имею в виду между трубочками. Да, между трубочками вы увидите толстый шов. Уже вам нужно задуматься. Ну, я думаю, да. Потому что вы видите радиатор, который собирали из частей, которые произведены на разных заводах. А вот эта часть на одном заводе, труба, которую приваривают. Может, это и не страшно? А если это не страшно, почему такой шов? Значит, они геометрию этого радиатора пытались скорректировать именно таким швом. Вот геометрия. То есть, скажите тогда, вот есть высокие трубчатые радиаторы, да? То есть, они бывают очень высокие, да? То есть, ну, там, вот мне нужен, например, двухметровый. И получается, что радиаторы могут быть как-то кривые какие-то, что ли? То есть, он какой-то не геометрически правильный. Мы говорим о процессе получения, о процессе рождения этого радиатора. Для того, чтобы его соединить, трубу с вот этой частью, с головкой, должно быть идеальное прилегание трубы и вот этой головки. Но если мы трубу покупаем одного производителя, головку другого, то, скорее всего, они у нас не сойдутся. Поэтому и швы толстые. Мы этим швом компенсируем вот эту разницу в геометрии. Давайте обратим внимание на наш радиатор Supremo. Это как раз наглядный пример того качества, про которое я вам рассказываю. Этот радиатор получил документ, он называется «Морской регистр». Это документ, который позволяет устанавливать эти радиаторы на ледоколы, на атомные ледоколы и в буровую установку морского базирования. То есть это огромные изгибающие нагрузки на корпус корабля и любой радиатор, который там мы поставим. Ну, то есть, типа, получается, когда корабль плывет там... Он наезжает на льдину, ломает ее, дальше наезжает... Конечно. А радиатор не корежит. Радиатор остается целым, остается в порядке. Соответственно, не подчеркнет. И мы действительно устанавливаем их туда. Мы не просто получили этот документ, мы их уже устанавливаем туда. Офигеть. То есть, получается, это супер прочность вообще материала, радиатора. Это действительно супер прочность, это не громкие слова. Мы делали опыт и ставили радиатор на две точки и давили сверху прессом. И замеряли, на каком усилии радиатор сломается. Так вот, радиатор Supremo, как вы думаете, на каком усилии он мог сломаться? 5 килограмм. Он не сломался. Он согнулся в 90 градусов, но герметичность не потерял. Это когда 5 килограмм на него надавило? А там давили на него так, что там больше 500 килограмм было давление. То есть, полтонны получили? Да. Он просто прогнулся, но не лопнул. То есть, он остался герметичным. Окей, хорошо. Убедили, что радиаторы прочные. Это действительно аргумент. Расскажите, пожалуйста, какая у вас вообще линейка дизайнерская? Ну, то есть, что вы можете предложить? Ну, например, я вижу, есть трубчатые радиаторы. Они могут быть только такие или какие-то еще? Действительно, трубчатые радиаторы – это наша новая линейка. Мы выпускаем их уже 2 года. Скоро будет 3. Самый маленький из этих радиаторов у нас будет выглядеть вот так. Гармошка для крокодилы Гены. Практически. Но красивая гармошка. И главное, надежная. Кстати, ее даже приятно в руках выдержать. Она такая гладенькая. Она какая-то очень маленькая. Это игрушечная какая-то? Это в домик игрушечный? Ну, несмотря на то, что он такой маленький, он абсолютно не игрушечный. Это самый абсолютно полноценный радиатор, который можно выполнить в 56 секционном исполнении. Это почти 2,5 метра. И он будет отлично обогревать у нас, скажем, стену, которая стеклянная. Да, стеклянная стена в пол. Ну, то есть, если мы не хотим встраивать в пол радиатор, то можно вот такой вот поставить? Да, заметьте, он у нас будет украшать как изнутри, так и снаружи. Не будет царапать глаз. Это вот самый маленький размер, да? Это самый маленький размер. А самый большой? Самый большой размер 2,40 метра. 2,40 метра. Ну, это практически от пола до потолка в хрущевке, да, получается? Практически, да. Нас, в принципе, не останавливало бы ничего. Мы могли бы сделать этот радиатор еще больше и выше. Ну, есть, скажем, ограничения по технологиям. То есть, мы не можем... Ну, вот здесь вот есть вот эта линейка, да, предоставлена? Есть, да. У нас есть еще вертикальный радиатор, вертикальный, биметаллический. Это действительно реально вертикальный биметаллический радиатор. Почему реально? А что это значит биметаллический и вертикальный? Биметаллический, ну, обратите внимание, он у нас секционный. Секция к секции скручивается на ниппеле все как у обычного биметаллического радиатора. Но его расположение, форм-фактор именно вертикальный. То есть, секции растут вверх, не вбок, а вверх. можно было бы поступить, как наши, скажем, коллеги, наши партнеры, мы их называем, да, в кавычках, или наши, давайте честно, наши конкуренты, просто перевернуть радиатор, уже имеющийся радиатор в линейке, просто перевернуть и назвать его вертикальным. А зачем его переворачивать? И нельзя? А вертикальный форм-фактор, это что-то новое, и может быть... А, это чтобы в дизайне, да, вот получить... В дизайне, да, то есть именно обратить его в дизайн. То есть, типа, поворачивая, ничего страшного, да? Ничего страшного, но на самом деле это неправильно, потому что у любого радиатора есть две составляющие теплоотдачи. Это теплоотдача инфракрасная, то есть мы как от печки, и теплоотдача – это конвекция. Это когда воздух поднимается. Когда воздух поднимается снизу, нагревается и поднимается вверх. Так вот, у любого радиатора есть ребра, ребра нам помогают как раз организовать конвекцию. А ребра должны быть вертикальные? Конечно, у нас только вертикальные. И когда радиатор поворачивается, соответственно, они становятся в горизонтале. Они закрываются. И то есть конвекция не получается. Конвекция не работает. С обратной стороны вы можете руку прямо запустить, и вы увидите там, ну, почувствуете, что эти ребра стоят вертикально. Именно эти ребра создают очень сильную конвекцию. Мы и назвали, собственно, его конвекс, от слова конвекция. Вот такой радиатор в 18 секции может отопить комнату условно 18 квадратных метров. Мощно. Это мощно. И цвета могут быть разные, да? Да, у нас есть достаточно богатая цветовая палитра. Все ваши радиаторы можно красить в любые цвета? Палитра цветовая, наша стандартная палитра, она состоит из 36 цветов. Если вы выбрали другой оттенок, который не попадает в эту палитру, все очень просто. Нужно заказать и указать. Это же, скорее всего, каталог RAL. Ну, то есть можно, да? Да, K7, E3, можно из этих каталогов выбрать ваш оттенок. Просто доплата какая-то? Это будет дополнительная доплата, да. Да, это будет доплата, если стандартный цвет у нас стоит 15% доплата, да, то это будет доплата уже 35%. Ага, я понял. Ну, вот я вижу, что у вас есть еще и как стандартные радиаторы какие-то, ну, это же как стандартные радиаторы. Стандартная линейка, конечно, да. Вот такие от застройщика тоже радиаторы бывают, попадаются? Или это другие какие-то у вас? Зачем вы делаете такие же, как у застройщика? Или вы делаете для застройщика? У нас очень богатая линейка именно стандартных радиаторов. Я вам, в принципе, секрета не открою, но это наш, скажем так, локомотив. Локомотив нашего производства и продаж. То есть мы производим порядка полутора миллионов радиаторов, не секций, а радиаторов в год. Из них около 80 тысяч это трубчатые радиаторы, а все остальное это радиаторы биметаллические и алюмины. Но это, наверное, потому что ценой обусловлено, да? То есть они подешевле, наверное, все-таки. Ну, они дешевле, чем дизайнерские, конечно, они дешевле, но они очень надежные. И, скажем, в своем сегменте они находят своего покупателя. Зачастую на вторичном рынке. То есть для застройщика такой радиатор, именно марки Refar, он, наверное, будет, ну, наверное, не то чтобы забракован, он будет именно по цене, будет дороже, чем конкуренты. Вот наш разговор про завод, про качество, чем вы отличаетесь от других, я бы хотел завершить вот чем. Давайте все-таки резюмируем. Сейчас на рынок вышло очень много производителей наших отечественных радиаторов. То ли они их привозят откуда-то, то ли сами делают, то ли еще что-то происходит. Чем тубок отличается от конкурентов? Вот давайте три тезиса коротких. Радиаторы тубок. Это радиаторы, которые можно поставить абсолютно любую систему отопления. Хоть старая хрущевка, хоть ставенка, хоть современный коттедж, либо новостройка. Абсолютно любая система отопления этот радиатор будет там работать, поскольку у него современная специальная сталь Корекс, которая полтора раза более стойкая к язвенной коррозии. У него более толстая стенка 1,6 мм. Это почти в два раза больше, чем европейские стандарты. Это рентгенографический контроль швов. Никто не предложит такую технологию по проверке контроля качества изделия. То есть мы проверяем сварные швы. Это рентгенографический контроль. Такого нет вообще ни у кого. Все вышеперечисленные технологии дают этому радиатору огромный запас прочности. Это монолитная конструкция, которая не погнется, не потечет. Даже ваши дети, которые будут прыгать на нем, не сорвут его. Сантехник придет и будет делать что-то с вашим радиатором. Он не сможет его повредить. Ну и вишенка на торте. Это антивандальные крепления, которые были разработаны нашими инженерами. Это говорит о том, что никто никогда не сорвет их со стены. Ну то есть получается даже, пускай дети на них прыгают, смотрят в окно. Один, два, три, у меня трое детей. Вот они все троем встанут, радиатор не упадет со стены, не сломается, не потечет. Вы счастливый отец. Я думаю, ничего с ними не произойдет. Абсолютно. Супер. Слушайте, ну это действительно очень круто. Мне на самом деле никто не рассказывал подобного, что там какая-то там лазерная сварка, 50 патентов, какую-то многослойность какого-то металла. Я, честно говоря, и не задумывался никогда о том, что такое может быть с радиаторами. И надо сказать, что, в общем-то, вы убедили меня, что это хорошие радиаторы. Надо их брать, смотреть вообще, по крайней мере, в эту сторону. Но, но я задам несколько вопросов, которые и вам советую задавать, дорогие друзья, перед тем, как покупать данный радиатор или другой радиатор в какой-то любой другой компании. Сейчас я их задам. В моей истории был случай, я покупал радиатор немецкий, вот эти вот, которые сейчас, не знаю, здесь они, не здесь, зендеры. И когда мы его купили и притащили на объект, хотели поставить, а там нет переходника. С одной трубы на другую, на их резьбу, нам токарь точил специально, мы не могли найти переходника. Как у вас с этим обстоит?